Девушки отдыхают На что делали упор? На спарик? На выносливость? Спасибо Артему Чернову, Алихану Баскаеву. Кисловодск, привет. Огромное передаю. Спасибо парням и генералам. Какой из вас приехал поддержать? Пришел поддержать мой менеджер Никита Бурчак и Алексей Коненко. Им тоже огромное спасибо. И плюс болельщиков много было, чувствовалось поддержка со старого спора. Всем спасибо. Как оцениваете подготовку вашего соперника? Наравне или чувствовали, что выиграете? Нет, до последнего не понимал, кто выиграл. Чувствовал, что, казалось, чуть-чуть победу я подвырвал. Но не понимал до конца, ждал до последнего, пока объявят последнего судина. Я не потерялся. Спасибо Юрцу, еще раз. Вы соперника достаточно плотно попадал. Вот самое его жесткое попадание в этом поединке такое было. Слушай, во время боя я ничего не чувствовал. Вообще ничего, потому что со стороны смотрелось прям, что были чуть не опасны ситуации. Нет, сейчас чувство, что вапад разбитый, глаз чувствую, начинает глухать. Во время боя я ничего не чувствовал. Когда у тебя в последний раз был такой жесткий бой где-либо? Сколько лет назад? Да, я чувствовал, что... Не знаю, за последние пять лет самый жесткий бой. Точно. Иван, а вот Юрий не понимает до конца, был ли тычок в глаз или настолько сильный удар? Юра понимает до конца. Это не желчок, это либо удар, но четко в глаз. Но это не нокдал. А, ну блин, естественно, это не нокдал. А вы согласны с тем, что он играет, считал он нокдал? А, я думал, это не нокдал он, но он считал. Я думал, если честно, я попал ему, а он своим пальцем себе в глаз попал. Но то, что это был нокдал, нет, это не был нокдал. А что вы можете сказать людям, которые не согласны к судейскому решению? Это их личное мнение. Вы сами все видели. Всем не угодишь. Кто-то скажет, я выиграл, кто-то скажет. Я не буду сходить ни с кем, разочу Юртус Васильвардову вам сказать. Серьезная позиция, Муршевев. В следующем варю, дай бог, будет все лучше. А, у него была реакция, когда он звонил сегодня, может, или вчера? Давал поставление какое-то? Нет, он не принимал участие в подготовке, а от Федора не было никаких наставлений. Александр звонил, желал удачи буквально два дня назад. Как думаешь, этот бой бы понравился братьев двоим? Не знаю, это у них, можно спросить. Мне кажется, нет. Что ты говоришь? Мне кажется, нет. А почему нет? Ярдишь поединок. Или в смысле, что слишком много. Глядя на их уровень. Ни их уровень. Грубо говоря, когда я выполнил норматив мастера спорта, по-боевому сам, в 19 лет, пришел сразу и радостно, и Саня сказал. Саня мне сказал, ну, молодец, что тебе сказать. Такая реакция его бывает. И на боях подобного масштаба, мне кажется, сильная реакция у них не будет. В общем, требовательные братья, одним словом. Да. Даже сейчас. Слушай, Александр же тогда извинился перед Федором на видео. А как думаешь, а Федор эти извинения, он их принял или нет? Я надеюсь, что принял. Но информации нет, так скажем, на это человеке? Это чуть не туда вы лезете. Вам зачем это? Это их личное дело. Они сами разберутся. Давайте уже оставим их в покое. Спасибо. Спасибо, с победой. Спасибо. И было ощущение, что как будто специально в какой-то момент даже не пошел добивать. Я? Да нет, я на самом деле сам. Я вроде шел, а вроде боялся встречку пропустить. Я старался более аккуратно, потому что у меня же еще рука там не зажила. И я как-то в каких-то моментах забывал про руку и прям ей бил. Потому что я понимал, что, блин, надо досрочно. Потому что, ну, Ваня крепкий, а досрочно не получилось. И знаешь, и хорошо, и еще я не рубанулся. Блин, ну, я сейчас вот говорил в раздевалке, что, ну ладно, там в комментариях напишут, что вот, Юра молодец, там Юра выиграл. Ну, а толку-то, если в истории останется то, что я поиграл. Ну, как бы. Руку больно было, когда бил? А, кстати, не особо. То есть не зажила до конца, наверное, да? Ну, да, она не зажила. Но я же видел, я все равно. Я не скажу, что я одной рукой дрался, я бился двумя. Просто я при... Как это сказать так? Предпочтение отдал больше работать правой. То есть я левая, у меня вообще правша. Сейчас я встал в левшую, я тыкал-тыкал. Он левый вообще не видел. Несколько раз я ходил, крик не став. Я бы и не услышал. Левый вообще не видел. Левый прям заходил очень хорошо. Мне кажется, она... Ну, если не видел, ну и хорошо, что я не бил, потому что... Чуть человека бить, если он не видит. Тоже верно. Юр, ты понимаешь, как можно набрать 22 очка в трех раундном бою по ММА? Кто забрал 22? Ну, 28-22. Судья дал. То есть как это, если даже посчитать, как это будет? Я не знаю. Я, наверное, просто неудачник конченый. В каком-то раунде, наверное, был счет, наверное, я не знаю. 9-7, наверное. Потому что, ну, как еще, я, блядь, понятия не имею. Да, ну, че. А в первом раунде в итоге что за ситуация? Рефери отсчитал нокдаун все-таки или нет? Что это было? Ну, непонятно. Он начал считать где-то с пяти или с шести. А я... Не было желания в рефери врезать? Типа, ну, че за... Да нет, ну, все же там ошибаются. И просто у него, наверное, голова тоже забита, знаешь, там, судить, судить постоянно. Но тут я не понял, почему тогда я не слышал. Один, два, три, четыре. Я, когда уже встал, он такой, пять, шесть. Такой, окей, ладно. Я поэтому и поинтересовался, вот, когда ты вышел из клетки. Ставлю его насчитывать, потому что не было слышно вообще никакого счета. Да, да, я тоже не слышал. Я просто, когда уже встал, он меня перед лицом очень... Очень странно, очень. Реванш можем увидеть? Да, слушай, ну, блин, ну, а че реванш? Ну, как бы... Люди находят глаз народа. Ну, опять же, меня всегда бесили те, кто после боя такие... Судьи, рефери, там, не прав, я выиграл, меня засудили. А сейчас я сам такой, типа, вот. Блин, меня бесит это. Но я сейчас становлюсь таким же, поэтому... Ладно уже. Спасибо, спасибо, парни. От души, ребят. От души.